Очень многие люди обеспокоены стали, что нас сильно прижали, в частности грибников, к которым я себя отношу. Прижали, законно увели, и теперь мы не сможем собирать грибы. Подобная информация разлетелась в СМИ в начале мая со скоростью ветра. Мол, теперь, чтобы собирать грибы и березовый сок, даже для себя, надо сначала арендовать участок леса. То есть собрать и отведать грибы бесплатно отныне не получится. Правила прописаны в двух приказах Министерства природы России. Документы вышли в свет еще в январе этого года, но шум вокруг них поднялся на днях. Людей, в частности, возмутили нюансы. По слухам, люди, собирающие грибы на продажу, должны теперь руководствоваться их размерами. К примеру, диаметр шляпки белого гриба подосиновика или подберезовика должен составлять не менее 2,5 см, а у лисичек и рыжиков не менее 1,5 см. Но как быть, например, с теми же сморчками, о которых нигде ничего не сказано? Может быть, для сбора грибов нужен специальный грибометр? И что это вообще такое? Линейка? Но мы выяснили, что измерять грибы на Алтае не обязательно. Об этом нас заверили в Краевом Министерстве природы. Там пояснили, в нашем регионе особых требований к лесным дарам нет. В отличие от той же Челябинской области, где даже для собственных нужд запрещено срезать грибы со шляпкой меньше 1,5 см в диаметре. Выходит, что нам пока линейка не нужна. В принципе, приказ, который был в 2017 году, особо с новым приказом не поменялся. И граждане для собственных нужд как осуществляли заготовку без договоров, без каких-то аренды, так и будут осуществлять в дальнейшем. Линейка не нужна, но без договора аренды не обойтись, если вы собираете грибы на продажу. Этому требованию, как оказалось, уже три года. Правда, за это время ни одного договора аренды лесного участка в Крае заключено не было. А грибы, между тем, продавали. А вот ситуация с березовым соком вообще ничего не понятно. В правилах от Минприроды России указано, что сбор его возможен на участках спелого леса за пять лет до рубки. Но откуда обывателю знать, какой лес спелый, какой переспелый и какая вообще береза подходит? В приказе язык весьма витиеват, поэтому мы попросили помощь у юриста. Он заверил, березовый сок действительно нужно собирать по правилам, чтобы не навредить растению. Условий несколько и они, мягко говоря, непростые. Диаметр ствола на высоте груди должен быть больше 20 сантиметров. А место для отверстия, по которому стекает сок, находится на высоте от 20 до 35 сантиметров от корня. Если человек собирает сок для продажи, он, как и в случае с грибами, должен также арендовать участок в лесу. Причем в ходе торгов. Для того, чтобы заниматься деятельностью по реализации природных ресурсов, человек должен быть предпринимателем. Соответственно, если я собираю для себя корзинку грибов, я ее собираю для себя. Если я собрала две корзинки и одна мне оказалась лишняя, то для того, чтобы ее продать или реализовать любым другим способом, я должна быть предпринимателем. Получается, что все бабушки, что привычно торгуют грибами и другими лесными дарами вдоль алтайских трасс, должны стать предпринимателем или хотя бы самозанятыми. Иначе штраф. К слову, его размер доход от продажи продукции превышает в несколько раз. Анна Рашагирова, Николай Шилко. День с толком.